Мясо я ел много. Я съедал 10-15 яиц в день, чтобы получить свои 250 граммов белка, ведь я весил больше 110. Но когда я стал старше и начал читать на эту тему, то понял, что белок можно получать не только из мяса или животных продуктов. Так у нас началось движение в сторону вегетарианского питания. И вот когда я начал питаться по всем правилам, с правильными специями, мне это вдруг понравилось куда больше, чем мясо. Холестерин тоже пошел вниз, и сейчас он где-то 10-9. Такого низкого уровня у меня в жизни не было. А ведь мне 69. Стейк. Еда настоящих мужиков. Из того, что нужно мужикам. Ты мужик, так ешь как мужик. Я все это понимаю, как никто, ведь я в этом мире жил. Стейк. Еда мужиков. По мясу! Тебе показывают рекламу бургеров Джорджа Формана с грилем. Да. Огромные сэндвичи и все такое прочее. Ешь как мужик и наедайся как мужик. Мясопромышленность умеет подавать товар. Еда серьезных мужиков. Втирать идею, что настоящие мужики едят мясо. Выгляди еще мужественнее с гамбургером в 100 грамм в руке. Но нужно понимать, что все это лишь маркетинг. За ним нет ничего, кроме мифов. Для меня воплощение мужественности это сильный, выносливый, сексуально активный и фертильный мужчина. Однако, как показывают научные исследования, чем больше мужчины едят мясо, тем быстрее они утрачивают мужское начало. Меня заинтересовала тема гормонов, в особенности тестостерона. За всю свою жизнь я ни разу не ел мясо, но проблем с тестостероном у меня никогда не было. По анализам крови все системы моего организма в полной норме. И, как видите, мускулы я накачиваю без проблем. Исследования, где сравнивались употреблявшие и не употреблявшие животную пищу, из раза в раз показывали отсутствие различий в уровне тестостерона. В это сложно было поверить, ведь в рацион питающихся растительной пищей часто входит соя, которая, как я не расслышал, богата эстрогеном. Я часто выкладываю снимки еды, если в состав блюда как-то входит соя, то и сотни комментаторов 20-30 непременно скажут, я слышал, соя же вроде повышает уровень эстрогена. Однако это не так. На самом деле, соя содержит фитоэстрогены. Эти соединения, хотя они и схожи с эстрогенами, могут вызывать даже противоположный эффект, блокируя в организме рецепторы эстрогена, и тем самым предотвращая действия настоящих эстрогенов из пищи. Источники эстрогенов содержатся в такой пище животного происхождения, как куриное мясо, яйца и молоко. Все это может в немалой степени повлиять на уровень гормонов. Даже обычный стакан молока может через час повысить у мужчины уровень эстрогенов на 26%, одновременно снизив уровень тестостерона на 18%. В числе гормонов, тесно связанных с пищей, и кортизол, гормон стресса, вызывающий снижение массы мышечной ткани и набор жира. Как показали исследования, у тех, кто перешел с животной на высокоуглеводистую растительную пищу, уровень кортизола в среднем падает на 27%. Мне это все только твердили, тебе не стать поджаром, не подсушиться, веган, ведь ты ешь одни углеводы, но в лучшей форме, чем сейчас, я еще не был. Запросто. Хотя я знал, что рафинированные углеводы, такие как в белой муке или сахаре, могут способствовать набору веса, я понятия не имел, что природные углеводы в составе овса, бананов или ботатов как-то способствуют снижению жировой массы. После восьми недель силовых тренировок, потреблявшие обычное количество углеводов набрали более килограмма мышечной массы, в то время как у сидевших на низкоуглеводной диете мышечная масса снизилась. Обычно бодибилдеры сидят на низкоуглеводной диете, и те, у кого по две недели в рационе не было углеводов, потом бродят как зомби. Я же ем столько углеводов, сколько мне нужно, и они поражаются, так подсушиться на одних углеводах, это как вообще? Почву для надежды я обрел в пожарном депо в Бруклине, где сын доктора Эссельстина, Рип, бывший пожарный и профессиональный триатлонист, набирал самых отважных жителей Нью-Йорка для новой программы. Отчего чаще всего гибнут пожарные на своей работе? От сердечных приступов. Именно от сердечных приступов погибает на работе 67% пожарных. Перед собой вы видите то, что называется здоровой артерией. Через вот этот большой просвет течет кровь. А вот что происходит, если пару-тройку десятков лет есть мясо и пить молоко. Видите? Толкай. И вот так. С Лушасом Смитом я тренировался не один год. Он играл корнербэком в НФЛ, у него черный пояс по джиу-джитсу. Он ставил мне силу и физическую форму. Не-не-не, руками работай, руками. Я рассказал Лу о своем исследовании и о том, что случилось с моим отцом. И вдруг он сказал, чего никогда до этого не говорил. Я уже почти 10 лет не ем животной пищи. С вращением. Лу сейчас 60. Почти как моим отцу. В моем возрасте многим уже далеко до внуков. А моим внукам далеко до меня. Когда я перешел с животной пищи на растительную, давление у меня снизилось со 110 до 70. Пульс у меня порой бывает 50, 48, 47. Я ни на что не отвлекаюсь. Я не зажат. А еще я заметил, что растительная пища придает куда больше энергии. Давай, давай, давай! Работай, работай! Сюда приходят те, кому 20. Так вот, на тренировках я вижу, что я куда выносливее, чем они. Я могу прийти сюда и выдать 800 раз, понимаете? 800 махов гирей и махов с перехватом в один подход. А им это не под силу. И я не шучу. Я серьезно. У них не выходит. Ни в какую. Влияние питания на наше здоровье и самочувствие во всех отношениях просто огромное. Питание, богатое животным белком, на 75% повышает риск преждевременной смерти в целом и в 4-5 раз риск смерти от таких форм рака, как рак простаты, молочной железы и прямой кишки, а также от диабета второго типа. Аминокислоты из продуктов животного происхождения способствуют более быстрому делению клеток. Все больше данных указывает на то, что потребление в больших количествах молочного белка связано с более высоким риском заболеть раком простаты. Цепочка факторов, ведущих к раку, достаточно очевидна. Установлена также связь рака и с иными продуктами животного происхождения. Так, в Национальном институте рака выяснили, что у вегетарианцев, которые один-два раза в неделю ели мясо курицы или же рыбу, риск развития рака прямой кишки возрастал в 2-3 раза. Нет такого, что есть какая-то одна диета для спортсменов, которые хотят улучшить результаты, другая против болезни сердца, третья антидиабетическая, четвертая от развития рака простаты. Она во всех случаях одна. Ни в анатомии, ни в физиологии человека не заложено никаких специфических признаков чисто плотоядных животных. А вот признаков растительноядных животных у нас немало. Более длинный, чем у плотоядных, желудочно-кишечный тракт приспособлен под переваривание ряда растений, что усваиваются дольше мяса. Также в организме человека не синтезируется витамин С. Витамин С содержится в растениях, и само отсутствие возможности его синтеза в организме указывает степень нашей зависимости от растений. Кроме того, мы видим в трех цветах. Этим мы существенно отличаемся от хищников, которые видят в двух цветах. Способность различать больше цветов крайне важна для поиска свежих спелых фруктов. Нашему мозгу крайне необходимы большие объемы глюкозы. Он у нас орган разборчивый, всю свою энергию он получает с глюкозой, а мясо – источник глюкозы не лучший. Для питания такого мозга требуется пища другого характера, а именно углеводная, в наибольшей степени восполняющая нехватку глюкозы. И тут все встало на свои места. Животная пища вредна для нашего организма, поскольку он не приспособлен под нее эволюцией. Это просто-напросто не то топливо. Сюда не укладывался лишь дефицит важного витамина – B12, который, как все меня предупреждали, можно получить только из животной пищи. Но оказалось, что мы в этом плане не отличаемся от остальных животных. У них его вырабатывают бактерии, что попадают в организм животных с водой и почвой. Как и в случае с белком, животные – лишь посредники. До эры промышленного скотоводства животные и люди получали B12 с остатками почвы на растениях, или же с питьевой водой из рек и ручьев. Но в наши дни, когда бактерии, синтезирующие витамин, убивают пестициды, антибиотики и хлорка, B12 требуется даже сельскохозяйственным животным, а его дефицит наблюдается у 39% людей, в том числе употребляющих мясо. Это означает, что вне зависимости от того, ест человек животную пищу или же нет, дефицит витамина ему проще всего восполнить принятием таблеток. Субтитры создавал DimaTorzok